Всем привет! Я ставлю мотор V6 Twin Turbo и переделываю на полный привод Mitsubishi Eclipse 2-го поколения. Это сериал Save the Eclipse. И сегодня я продолжу ту самую популярную тему, о которой у меня большинство видосов на моем канале. Это тема переделки на полный привод. В прошлой серии я поставил полноприводный подрамник, сделал для него крепление, и сегодня настал момент поставить топливный бак. На самом деле, последовательность этих установок может быть разная. Можно поставить топливный бак, потом подрамник, можно поставить подрамник, потом топливный бак. Это не важно. Но смысл в чем? Сегодня мы будем делать крепление и устанавливать топливный бак, полноприводный топливный бак, на Mitsubishi Eclipse 2-го поколения и также на Eclipse 3-го поколения. Погнали! В предыдущем сезоне мы строили классический полноприводный Eclipse с оригинальным мотором 4G63. И топливный бак мы использовали от оригинального GSX Eclipse. В этот же раз мы переделаем Eclipse 2-го поколения на полный привод и устанавливаем в него мотор V6 от Mitsubishi Legnum. Также переделаем Eclipse 3-го поколения, устанавливаем туда турбомотор от Evolution и полный привод. И в этом основной момент в выборе топливного бака. Топливный бак от классического GSX пластиковый, как и в Legnum-овский, но у них есть большое различие. В них расположена ниша под кардан и выхлоп с разных сторон. То есть на классическом GSX выхлоп проходит с водительской стороны, на Legnum он проходит с пассажирской стороны. Соответственно и выемка в баке сделана, туннель в баке сделан с соответствующей стороны. В этом же и есть основная проблема при свапах на полный привод, когда на классический полноприводный Eclipse 2-го поколения пытаются поставить полный привод с использованием Legnum-овского топливного бака и Legnum-овской задней подвески, подрамника и редуктора. Получается выходный кардан из трансфера из углового редуктора прижат к пассажирской стороне туннеля, а вход в редуктор на Legnum-овской подрамнике прижат к водительской стороне туннеля. Из-за этого в районе бака негде разместить выхлопную систему. Она получается пересекается с карданом. И кардан приходится обходить либо снизу, либо за редуктором, что соответственно не очень красиво. Все то же самое справедливо и для свапа на Evolution-овский мотор с использованием топливного бака и заднего подрамника от GSX-версии 2-го Eclipse. Потому что ситуация происходит обратная. Прижатый к водительской стороне кардан в начале туннеля переходит в редуктор, прижатый к правой стороне туннеля. И соответственно вся та же ситуация с выхлопом остается. Поэтому при свапе на EVO или V6 с коробками передач расположенными с водительской стороны справедливо и технически разумно использовать подрамник и топливный бак от Legnum. Соответственно при свапе на классический мотор 4G63 с расположением коробки передач на пассажирской стороне правильно использовать топливный бак и задний подрамник от оригинальной версии GSX 2-го поколения. Это все справедливо при переделке на полный привод 2-го и 3-го поколения Eclipse, потому что задняя часть подвески и трансмиссии у них одинаковая. На самом деле установка топливного бака на Eclipse 3-го поколения довольно таки простая. У переделок минимум. Оригинальный топливный бак на 3-м поколении держится как и полноприводный бак на подвесах. Это железные ремни, которые крепятся к кузову и в них закреплен бак. И тут очередное большое отличие топливного бака от GSX от топливного бака от Legnum. На топливном баке от полноприводного 2-го поколения от GSX эти крепежные ремни находятся параллельно друг к другу. У Legnum эти ремни подвеса бака крепятся по диагонали, под небольшим углом. Legnum полноприводный бак, как и бак от GSX пластиковый и ему необходима защита. Железная защита по нижней части этого бака. Она же является термоэкраном от выходящей под ним выхлопной системы. С пассажирской стороны места крепления топливных баков переднеприводного и полноприводного от Legnum на 3-м поколении Eclipse совпадают. Поэтому правый ремень крепления бака прикручивается прямо в штатное место на кузове 3-го поколения Eclipse. У Legnum топливного бака, в отличие от GSX, есть большой бонус. У него 3 подвеса крепления. Один сделанный по центру, которого нет у версии GSX. И опять-таки на 3-м поколении Eclipse для этого подвеса уже есть одно штатное место крепления. Для него необходимо сделать лишь второе место крепления. Топливный бак устанавливается в одном положении, в нишу на кузове, поэтому места крепления подвесов легко увидеть по выемкам в топливном баке. Соответственно, сделать разметку и на уровне оригинальной закладной крепления переднеприводного бака разметить закладное подкрепление полноприводного бака. Выход на заднее крепление также виден по самому топливному баку, и отверстие под него уже заложено в кузове, и его сверлить не надо. В него надо завожить новую закладную или болт. Единственная мешающая часть на кузове 3-го поколения – это место крепления подвеса выхлопной системы, которое необходимо спилить. Также надо разметить место, где будут выходы на топливный насос со стороны заднего сидения и на второй лючок. Потому что полноприводный топливный бак разделен тоннелем под пароход Крардана, и в нем два резервуара для топлива, между которыми осуществляется постоянный перелив топлива из одной части в другую. Соответственно, желательно иметь два лючка доступа к баку в обе половинки. Хотя в оригинале на Лену сделано одно место доступа к баку со стороны топливного насоса. Мы же будем делать оба. Так удобнее по последствии в эксплуатации. С помощью магнита на гибком рукаве можно заложить все болты во все закладные крепления топливного бака. Через большое отверстие в правой стороне поперечины между лонжеронами закладывается болт и с помощью магнита проталкивается до нужного отверстия и потом ставится в свое место. Конечно, после всех этих работ его нужно зафиксировать. Варианта два – либо тонкой гайкой закрутить, либо сваркой. Я использую обычно сварку. Для того, чтобы закрыть отверстие доступа к баку со стороны салона, я использую два лючка. Это оригинальный лючок доступа к топливному насосу от второго поколения «Эклипса» и от «Легдума». Они разные, отличаются размерами. Соответственно, на водительской стороне топливного бака, где стоит дополнительный поплавок уровня бака, там используется маленький лючок от «Эклипса», от второго «Эклипса». А на стороне топливного насоса используется лючок от «Легдума». Он большего размера и удобен для доступа к топливному насосу и шлангам топливной системы со стороны бака. Размечать и выпиливать эти отверстия удобно как снизу машины, так и из салона сверху. Но я теперь стараюсь выпиливать их из салона машины. Это лючок доступа ко второму дополнительному поплавку. Теперь можно разметить место выреза основного лючка топливного бака. Учитывая, что плоскость прилегания к кузову и плоскость крепления там, где стоит уплотняющий элемент, разные, проще всего сделать бумажный лекал и по нему вырезать отверстия в кузове. Потому что однажды я перепилил проводку на машине, выпиливая эти отверстия. Она находилась под шумоизоляцией, ее из салона было не видно. А со стороны днища я начал распиливать эти места и, соответственно, перепилил провода. Соответственно, теперь я стараюсь всегда выпиливать эти отверстия со стороны салона на всякий случай. Форма вырезаемой детали напоминает восьмиугольник, потому что в углах будут находиться закладные для крепления этих лючков. Здесь там надо оставить место под эти закладные. Теперь можно закончить изготовление креплений топливного бака. Для этого надо присоединить всего лишь одно отверстие в кузове клипс третьего поколения. И среду всего одно препятствие в виде подвесов оригинальной выхлопной системы. Задний болт я также закладываю через большое отверстие в кузове и с помощью магнита проталкиваю его на новое место. В оригинале все закладные крепления топливного бака приварены к кузову. Так делаю и я, но раньше, когда я не умел пользоваться сваркой, я использовал тонкие гайки и фиксировал эти закладные на тонкую гайку. Самое главное эти закладные зафиксировать, потому что потом, впоследствии, при ремонте, разборе и сборе этой системы незафиксированная закладная оставляет массу хлопот и неприятностей. На оригинальном полноприемном эклипсе второго поколения два ремня крепления бака. И этих ремней, в принципе, достаточно для крепления бака. Но в Легнуме есть бонус. Это третий ремень. Он находится по середине бака и держит защиту и бак в районе кардана и выхлопной системы. Этим бонусом грех не воспользоваться. Для этого третьего ремня я делаю закладную и устанавливаю ее на кузов. Теперь вся система подвесов бака готова. Напомню, что в отличие от оригинального GSX-овского топливного бака, эти подвесы висят не параллельно друг к другу, а под небольшим углом. И теперь можно установить новый полноприводный топливный бак в его новое штатное место на кузове эклипса третьего поколения. И перейти к работам по кузову второго поколения эклипсов. На переднеприводном кузове второго поколения мест, мешающие установке полноприводного бака, намного больше. Это связано с тем, что железный оригинальный бак переднеприводного эклипса крепился напрямую к кузову через закладные. И все эти закладные мешают установке топливного бака. Соответственно, все их надо срезать с кузова. Также приходится удалять крепление подвеса оригинальной переднеприводной выхлопной системы и все закладные старого топливного бака. Теперь, когда все преграды удалены, можно установить сам топливный бак. На время всех примерок и работ с топливным баком лучше убрать троса ручника, потому что их крепление также немножко придется модифицировать впоследствии. На переднеприводном кузове эклипса второго поколения отверстия под установку легдмовского полноприводного бака нужно размечать новые, в отличие от оригинального полноприводного бака от версии GSX, для установки которого отверстия в кузове уже есть. Задние места крепления подвесов топливного бака надо размечать по новой. Ориентиром для них служат уже просверленные оригинальные отверстия в кузове. Для передних креплений, как и для версии GSX, эти отверстия в кузове уже есть завода. И в них надо заложить новые закладные в виде болтов. Для задних креплений топливного бака надо просверлить новые отверстия в поперечные между лонжеронами и заложить туда новые закладные. Отверстия под болты крепления желательно просверлить чуть большего диаметра, для того, чтобы было проще потом заложить эти болты. На этом процесс. Установки бака был бы закончен, если бы это был классический бак от GSX. У нас же бак от Lignum и опять как на третьем поколении, так и на втором я делаю третье дополнительное крепление топливного бака, которое находится посередине. Для него также приходится поперечнее между лонжеронами просверлить новое отверстие и заложить туда закладную. Также я делаю новое место крепления под закладную переднего крепления от среднего подвеса. Форма этой закладной каждый раз у меня меняется. В этот раз она будет вот такой. Редактор субтитров А.Семкин Теперь готовы все шесть новых мест крепления полноприводного топливного бака и можно приступить к его установке. Ну что же, топливный бак и задний полноприводный подрамник установлены. И в целом, в принципе, можно было бы назвать эти обе машины полноприводными. Но еще впереди одна очень важная деталь. Это кардан. И в следующей части как раз будет разговор именно о нем и опять на примере как третьего поколения, потому что здесь более сложная установка, связанная с более узким туннелем, так и на примере второго поколения. Ну а на этом это все, что я хотел рассказать на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно репостите друзьям, потому что чем больше от вас какой-то движухи, тем больше для меня мотивации делать новые серии. Ну а на этом это все. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...